Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 29 мая состоялось заседание членов комиссии, на котором был принят обновленный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия. В связи с принятым новым решением день голосования перенесен на 25 августа, в соответствии с чем Центральная избирательная комиссия вводит в корректировку план мероприятий своих работ, то есть календарный план. Во всем остальном соответствует требованиям действующего законодательства. Никаких изменений какого-то рода, связанных кроме как с датами, ничего, изменений никаких он не претерпел. За 60 дней до дня голосования начинается процесс регистрации инициативных групп и политических партий. Я подчеркиваю, 60 дней сказано, не два месяца. Кроме того, членами избирательной комиссии были внесены изменения в положение лингвистической комиссии по определению свободного владения государственным языком кандидатами в президенты Республики Абхазия. Мы в положение лингвистической комиссии внесли небольшую поправку. Поправка носит общенормативный характер, не конкретный, никак, потому что законодательство наше требует для каждого из нас в целях единообразного применения разрабатывать соответствующие инструкции. Единообразное применение должно быть на равных условиях для всех желающих. Но в данном конкретном случае оговорка идет для тех лиц, кто ранее проходил такого рода лингвистическую комиссию и получал положительную оценку прохождения. Таким образом, регистрация инициативных групп и партий и выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начнется 26 июня и завершится 16 июля 2019 года. В Центральной избирательной комиссии будет организован пресс-центр, на площадке которого члены комиссии будут информировать общественность о том, как проходит подготовка к выборам президента Республики Абхазия. В Москве состоялась встреча сопредседателя Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко обсудили вопросы выполнения инвестиционной программы с содействием социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы и освоение текущей финансовой помощи, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Кроме того, стороны обговорили повестку предстоящего заседания Межправкомиссии и сверили готовность утвердить мероприятие новой формирующейся инвестпрограммы. По итогам встречи также определены задачи министерств и ведомств обоих сторон в реализации достигнутых соглашений. Прошло 8 лет со дня смерти второго президента Абхазии Сергея Багабш. Почтить память к его могиле в родовом селе Джигарда пришли вице-премьер Республики Абхазия Стамур Кецба, чрезвычайный и полномочный посыл Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, представители правительства, общественность. 29 мая к могиле Сергея Васильевича целый день приходят люди. Репортаж Саида Джерсалия. В этот день, 29 мая, не стало второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багабша. Яркий и мудрый политик, решительный и волевой человек. Сергей Багабш был настоящим патриотом Абхазии. Пройдя вместе с народом через самые сложные испытания, политик сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. Будучи президентом в тяжелое время, послевоенное время, после Владислава Григорьевича. Была блокада, было много проблем, связанных с социально-экономическим развитием. Была реальная угроза возобновления боевых действий со стороны Грузии. Но ему удалось в то нелегкое время стабилизировать обстановку республики, выйти на путь от выживания к развитию, его хозяйственность, его умение ладить с людьми, находить политический консенсус среди политических сил. И главное, на мой взгляд, то, что венец, так сказать, его успешной работы, это признание со стороны Российской Федерации и других государств. Это восстановление территориальной целостности республики Абхазия. И этим, и многими своими делами он оставил в истории большой след и остался в памяти народной, как один из ярких образцов служения своему народу. Жизненный путь Сергея Васильевича изобиловал крутыми поворотами судьбы. Как и его современники, он жил и работал в интересах своего народа на переломе исторических эпох. Политическая карьера будущего президента Абхазии начиналась с должности первого секретаря Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в 1979 году. Затем Багабш становится первым секретарем Ачамчирского райкома Компартии Грузии. На один из ключевых постов политической вертикали страны, на должность первого заместителя председателя Совета Министра Республики Абхазия, его назначили перед началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. А в сложные послевоенные годы Сергей Багабш занимает должность первого вице-премьера, а затем и премьер-министра Республики Абхазия. Сергей Васильевич всегда с особой теплотой говорил о своем родном селе Джгярда. Приезжал сюда каждые выходные, любил заниматься хозяйством и проводить время со старейшинами. Как говорят все, кто его близко знал, Сергей Багабш никогда не переставал быть простым крестьянином, человеком из народа. Должность президента или крестьянина ему все равно была. У него здесь техника была. Когда люди урожай собирали, не успевали, он сам садился, Т-16 имел. Он с ребятами выходил и помогал людям, соседям. Ну, такого великого человека потеряли. Дай Бог, чтобы в Абхазии было все хорошо, как он хотел. Его нету, но есть дух, чтобы он увидел в Абхазии, что все расцветает. Трагическое стечение обстоятельств оборвало жизнь, наполненную эпохальными событиями, удачами и потерями, свершениями и победами. Жизнь человека, которого боготворили друзья и искренне уважали непримиримые оппоненты. Второй президент Абхазии ушел из жизни в московской клинике 29 мая 2011 года. Похоронен Сергей Багабш в родовом селе Шкярда. Саид Жарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту в Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики по случаю годовщины со дня установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирией. С удовлетворением отмечаем, что за небольшой период времени между двумя странами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. Расширяется и повестка межгосударственного общения. Сухом и Дамаск разделяют общую позицию по большинству международных вопросов и поддерживают регулярные политические контакты. С особым удовлетворением отмечаем эффективное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Отмечается в частности в поздравительной ноте МИД Абхазии. МИД Абхазии выразил уверенность, что потенциал Абхазо-сирийского экономического, технологического и научно-культурного взаимодействия не исчерпаем. И в ближайшие годы будут открыты новые горизонты сотрудничества. А теплые отношения между Абхазией и Сирией станут крепче. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России раз в месяц проводят рейдовые мероприятия в акватории Черного моря. Главная цель проводимых рейдов – осмотреть техническое состояние маломерных судов и проверить у судовладельцев наличие соответствующих документов на управление ими. Наши корреспонденты выехали в рейд вместе с сотрудниками МЧС. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России в Абхазии раз в месяц в акватории Черного моря проводят рейдовые мероприятия с целью осмотра технического состояния и наличия соответствующих документов на управление маломерными судами. На сей раз рейд был проведен в акватории Сухумской бухты. В ходе проведения рейда были осмотрены 8 маломерных судов. Досмотровая группа проверила владельцев плавательных средств на наличие у них судового билета, технического талона, права на управление судном и разрешение на выход в море. Проверка показала, что все суда соответствовали нормам судовождения. Все документы в порядке, спасжилеты у всех есть. Такие рейды необходимы для поддержания порядка в море. Сейчас мы уже года два повысили наши штрафы, и люди боятся попасть под данные штрафы и приходят на ежегодный технический осмотр. Мы выдаем документы, и все эти документы в порядке у них. Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии зарегистрированы порядка 800 судов, которые регулярно осуществляют выход в море. Среди них маломерные суда, осуществляющие улов рыбы, прогулочные катера, рыболовецкие сейнеры. По словам сотрудников ГИМС, чаще всего нарушения фиксируются в летний курортный период. Чаще всего нарушения происходят в летний период, когда прокатные гидроциклы, катера прокатные, то есть они за определенную сумму денег дают на прокат покататься гидроциклом людям, у которых нет прав на управление данным судном. Естественно, попадает под штраф владелец этого судна. Такие случаи бывают часто в Гагарском районе, в Битсунде. Здесь по-сухому они более-менее боятся, так как мы близко здесь. Там у нас тоже есть инспектор, но не всегда получается, чтобы инспектор за ними следил. Поэтому вот такие нарушения часто бывают в летний период. При небольших нарушениях установленных правил спасатель ограничивается устным предупреждением судовладельцев. Однако при более серьезном несоблюдении необходимых требований, в том числе отсутствии разрешительных документов на управление судном, сотрудники ГИМС и МЧС Абхазии выписывают штрафы в размере от 6 до 18 тысяч рублей. Если у судоводителя с документами не в порядке, если у него нет прав на управление данным судном, то он попадает под штраф до 18 тысяч. Люди уже понимают, что попадают на большую такую сумму и стараются не нарушать. С началом летнего курортного сезона сотрудники ГИМС будут проводить по осмотру судов в Абхазской акватории Черного моря до 15 рейдов в месяц. Алика Трапс, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 9 июня 2019 года в Южной Осетии состоятся выборы депутатов парламента Республики Южной Осетии. В связи с этим посольство Республики Южной Осетии в Республике Абхазия сообщает, что граждане Юго-Осетинской Республики, временно находящиеся и постоянно проживающие на территории Абхазии и имеющие действительные паспорта гражданина Республики Южная Осетия, смогут проголосовать с 8 часов утра до 20 часов вечера на избирательном участке номер 77 в здании посольства Республики Южная Осетия. В Абхазской государственной филармонии имени Рождина Гумба впервые состоялся концерт студентов Сухумского музыкального училища. В концерте приняли участие студенты класса преподавателя по фортепиано и заслуженного педагога Республики Абхазии Лены Карабулат. Репортаж Лугуцы в Ардания. В Абхазской государственной филармонии особое событие. Впервые на главной сцене страны свое мастерство демонстрируют студенты Сухумского музыкального училища имени Алексея Чичба, Валерий Барганджи, Элизавета Логуа, Кая Хупори и Эдуард Сатурян. Несмотря на юный возраст, музыканты смогли удивить любителей классической музыки. В программу были включены произведения от эпохи барокко до классической музыки 20 века. До сегодняшнего дня такого рода классные концерты проводились в музучилище. Но учитывая высокий уровень подготовки юных музыкантов, в дирекции училища было принято решение показать их мастерство как можно большему количеству зрителей. Вообще у нас традиция проводить классные концерты наших педагогов, но мы обычно это делаем в стенах нашего училища. Но так как у нас очень профессионально молодежь подтянулась, мы вот сначала сделали сольный концерт Бараса Кучба. Сегодня будет классный концерт педагога нашего училища, заслуженного педагога Республики Абхазия Инны Георгиевны Карабулат. Думаю, программа настолько разнообразна и насыщена, что нашей публике будет интересно. Я думаю, что эти дети, которых сегодня мы сможем послушать, это наше будущее. Хотя в филармонии студенты музучилища выступают впервые, у этих ребят уже есть опыт сценической деятельности. Ученики заслуженного педагога Елены Карабулат – лауреаты международных и республиканских конкурсов. Ребята выступают не только в Абхазии, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Несмотря на это, все четверо музыкантов все же волновались перед выходом на сцену. Я играл произведения эпохи барокко, эпохи классицизма и романтизма. Произведения эпохи барокко – очень крупное произведение. Перед выходом я очень сильно волновался. Волнение было достаточно такое, выходило за рамки, немножко трясло. Но когда сел за инструмент, уже освоился и уже привык к этой атмосфере. Естественно, уже выложился, постарался выложиться и сыграл, как педагог меня учил. Нелли Борисовна говорит, давайте сделаем классный концерт. Ну, попробовали. Филармония, конечно, это немножко не тот зал, не наш ведь зал, где они привыкли. Конечно, здесь страшновато, хотя они опытные. Ну, большая программа была. Классный концерт студентов Сухомского музучилища продемонстрировал зрителям итог упорного труда и целеустремленности, так как достичь музыки настоящего успеха можно только приложив максимум усилий. Юные музыканты, выступавшие сегодня на сцене Государственной филармонии, исполнили настоящие шедевры классической музыки, показав свои лучшие умения и навыки. И это, безусловно, говорит о том, что у них большое музыкальное будущее. 30 и 31 мая в Крыму, в городе Ялта, пройдет финал международного конкурса «Детская волна-2019», на котором Абхазию будет представлять юная певица Сара Бремян, сообщила наша редакция-педагог Сара Хибла-Мукба. Полуфинал, в котором принимали участие исполнители из 18 стран мира, проходил 18 и 19 апреля в Москве. Из 98 участников финальную часть конкурса было отобрано всего 12. В полуфинале Сара исполнила песню на русском языке «Драмы больше нет», а на абхазском языке «Край мой Абхазия». Во втором этапе полуфинала она пела иностранные произведения. Сара уже несколько дней находится в Крыму и готовится к конкурсу. В финале «Детской новой волны» Сара Бремян исполнит одну песню на абхазском языке и одну на русском. Утвержден состав национальной сборной команды Абхазии для участия в чемпионате Европы по версии «Кони Фа». В состав сборной вошли 18 полевых игроков и два вратаря. Нашу команду будут представлять 4 защитника, 11 полузащитников и 3 нападающих. Помимо местных игроков в сборную вошли 7 абхазских спортсменов, которые играют в различных футбольных клубах России. Вечером 29 мая сборная Абхазии по футболу выехала в Нагорный Карабах, где и пройдет третий чемпионат Европы по версии «Кони Фа». С российских клубов у нас вошло около 7 человек. Это Маскаев, это Ардзимба, это Чанба, который играет у нас в Сербии, мальчик. Это Смыр, который играет в Майкопе. Еще два защитника должны приехать прямо туда, сейчас ведем переговоры мы. Я думаю, сегодня наша сборная находится в хорошей форме. Это все зависит от того, как они приедут туда, как восстановятся, потому что дорога сама нелегкая. Мы летим в Ереван, с Еревана на автобусе, мы будем часов 7 добираться до Карабаха. Ну, есть сутки, полторы сутки для восстановления, и все будет ясно, как они там будут выглядеть. Как тренера говорят, вроде бы на хорошем уровне все футболисты находятся. Чемпионаты Европы по футболу под Эгиде Конефа стартуют в Республике Арцах 1 июня. Все матчи с участием нашей сборной мы будем транслировать на нашем канале в прямом эфире. Смотрите Абхазское телевидение и болейте за сборную Абхазии вместе с нами. Ну, а сейчас информация о погоде. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин